всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики все кто попал на это видео мы с вами продолжаем серию видеороликов с ответами на вопросы о веганстве точнее разбираем оправдание убийцы животных и пожирателей их трупов почему они не хотят стать веганами и четвертое оправдание четвертый вопрос одни животные едят других животных почему мне нельзя животные в природе едят друг друга львы же едят мясо почему мне нельзя ну понятно не только львы есть хищные есть не хищные животные да и хищники поедают не хищных знаете что читаем с вами статьи с книги это ульсона знаете это довольно частый вопрос и хотя львы и некоторые другие животные действительно едят мясо чтобы жить в царстве животных гораздо больше травой знаете что довольно этот довольно частый вопрос и хотя львы и некоторые другие животные действительно едят мясо чтобы выжить в царстве животных гораздо больше травоядных чем хищников но какое это вообще имеет значение в конце концов в природе некоторые животные убивают друг друга разве мы можем под этим предлогом морально оправдать насилие или убийство среди людей если же мы говорим о львах то они иногда убивают и собственных детенышей разве мы можем под этим предлогом оправдать убийство собственных детей как видите поведение и повадки диких животных не могут служить основой для человеческой морали но именно в этой ситуации мы почему-то начинаем приводить примеры поведения диких животных чтобы оправдать свои действия или бездействия мы отличаемся от диких животных тем что у нас у людей есть так называемый моральный кодекс моральный кодекс позволяет нам принимать решения на основании понимания того что хорошо а что Более того, согласно этому кодексу мы несем моральную ответственность за принимаемые наши решения. А это значит, что когда у нас есть выбор купить продукт, который принес страдания животным, или продукт без жестокости, наш моральный кодекс предписывает нам купить продукт, который принес наименьшее количество страданий. У диких животных, которым приходится убивать ради выживания, нет морального кодекса. Именно поэтому они не несут моральной ответственности за свои поступки. Ну, Эд проповедует всегда на более обширную аудиторию. И вы знаете, я, конечно же, по жизни удивляюсь. Вот я читаю Эда и думаю, слушай, вот насколько человек, казалось бы, не ассоциирующий себя с религиозными никакими движениями, мировоззрениями. Ну что такое мораль, да? Я вам говорил еще в первых видео, что он часто будет оперировать к этому слову. Для Эда мораль это, ну, все самое светлое, самое чистое, самое доброе, что есть в человеке. А если и нет, то это те его самые добрые, самые светлые, самые чистые стремления и дела, которые делают этот мир лучше. А в лучшем и хорошем мире человек живет счастливо. По поводу животных. Конечно, человеку нерелигиозным, так назовем, кто там не исповедует или не читал, может быть, никогда. Ну, Эд, я думаю, читал Библию. Но опять же, если ты ее не изучаешь глубоко, не проживешь ее в своей жизни, переобщавшись с тучей религиозников, ты, конечно, не будешь так глубоко осведомлен всеми там проблемами и нюансами. Такой, как я, конечно же, могу подать информацию более лучше. Почему я эти все оправдания, вопросы пропускаю через себя и записываю свои ролики. Хотя вот, в принципе, текстов Эда, его видео, его слов нормальному, здравому человеку достаточно для того, чтобы понять истину в жизни. Религиозные люди, они вообще знают, что Бог вначале сотворил мир прекрасным. Первая глава первой книги под названием «Бытие» корпуса библейских книг говорит нам об этом. Бог не творил хищников, Бог не творил злых людей, Бог не творил падших ангелов. Все зло, которое в мире появляется, появляется посредством свободной воли человека, животных, ангелов и их выбора творить добро и зло. Люди настолько погрузились в тьму по собственному выбору, что все эти тайны, даже тайны о животных, стали для нас скрыты. И хищные животные, у меня есть отдельный ролик, я об этом записывал, но сейчас кратко скажу. Хищные животные, во-первых, это прежде всего перевоплотившиеся злые люди. Это раз. Второе хищное животное, это воплощенные злые духи, падшие ангелы. Это два. И третье, действительно, уровень развития природы, так Бог попустил, хотя он всячески во всей этой природе, она разная. Она разная. И про то, что говорит Эд по поводу морали, действительно, животные, которые по образу и подобию божественной природы, по которой сотворен человек, который свободен, действительно, абсолютно свободен избирать между добром и злом, животное не обладает ей в полноте. Хотя, особенно в современном мире сейчас, когда есть интернет, есть видео, достаточно много свидетельств того, как даже животные делали выборы, подобные выборам человеков. Когда животные, сознательно это же видно, рискуют собственной жизнью, спасают другое животное, причем не из его даже там класса или еще чего-то, таких свидетельств в интернете достаточно. Когда животные спасают человека, более того, это делают хищные животные, это делают травоядные животные. Элементарно. Таких случаев очень много в интернете засвидетельствовано и там видеосъемками, и самими людьми, которым приходилось попасть в какую-то смертельную ситуацию, и где их спасло животное. Это раз. Поэтому, действительно, по поводу животных до конца все непонятно нам. Тем более, особенно людям, у которых ум уже помраченный от греха и всех этих злодеяний и страстей. Я вам расскажу собственный опыт. Тигры, в принципе, кошки. Вы знаете, я это видел на собственном опыте. Кто знает, несколько лет назад я жил в другом селе под названием Пузево. И там у меня на дороге выкинули котят. Я подобрал сначала двух девочек. Я нашел на дороге. Потом одного такого черного мальчика под амбулаторией его выкинули. У него один глаз залип. Я тоже его подобрал. Вот они стали у меня трое жить. Это было, там, уже сколько, почти пять лет прошло, три года назад. Эти две девочки, они все получились ровесники. Я вам расскажу вот такую вот историю из личной жизни. То есть, это даже не какие-то, можно верить, не верить. Да, я сам свидетельствую, что действительно так. Кошачьи, пожалуйста, львы, кошки, это одно и то же. Это все семейство кошачьих. Да, действительно, пожирают свое потомство. Все, не все, я не могу за всех сказать. Но я такой его собственными глазами. И вот этот черный котенок, две кошечки, которые выросли, они все были одного возраста. Получилось, я их прям одинаковыми подобрал. Ну, на них на лбу не написано, сколько им там было по возрасту. Ну, я же, ну, в руке вот они помещались уже такие в шерсти. И они уже питались, их от груди оторвали, так скажем, уже все. Они могли сами питаться, поэтому я их выкормил, так скажем, вырастил. Потом я нашел еще, помню, коробку. Туда вообще там восемь котят выбросили. Ну, таких новорожденных, они умерли, я ничего с ними сделать не смог. Вот, их просто на помойку выкинули, да и все. Я их забрал, но выкормить не получилось. Они без матери не могут вырасти, выжить. Вот, а те уже были, конечно, их уже такими крупными, так скажем. Ну, может, месячные, наверное, они были. И вот они выросли. Я так понимаю, этот же Пумыч, я его назвал, черный, очень ласковый, очень добрый. Так со мной. У меня полно видео вот на этом канале, проповеди, где он у меня все время на руках. Даже на значках видео есть, где мы с ним вместе. Он все время у меня тут сидел. Такой ласковый всегда был. Вот этот вот Пумыч, мальчик. Видимо, он оприходовал этих двух девочек. Девочки были вообще не ручные, дикие. Они даже ко мне не подходили, несмотря на то, что я их, можно сказать, спас и выкормил. Ну, они такие вот дикие были. Их вообще в руки невозможно было взять, они просто не давались. Ну, спали там на кровати, в ногах. Все. Не больше того. Не подходили, никогда не ласкались, ни в руки не давались. Я думаю, что обрюхатил, как это говорят, их именно этот мой Пумыч. Да. Ну, они все вместе живут в одном доме, когда у них возраст подошел через год. Там, конечно, все коты в округе сбежались еще. Но я думаю, что это все-таки дело Пумыча. Потому что я этих котов все-таки там закрывал дверку. У меня была такая для кошек лас. Потому что коты уже стали прямо в дом лезть. Девочки эти текут. Сами кричат. Естественно, эти коты со всех округ там побежали. Но я думаю, что... Я видел просто, как они это делали, так скажем. Поэтому я думаю, что папой был именно Пумыч. И вот я даже не знал об этом. Всего было... Это редко бывает. У кошки родился один детеныш. Причем она рожала у меня в ногах вот так под столом, когда я читал проповедь. Я даже не знал об этом. Я думаю, что Таня там шебушатся. Она касса рожала. Молча, тихо, спокойно. Не кричала. Ну, видимо, он там один. Бывало, когда много, да. И вот этот Пумыч под столом. Взял его и выбежал. Я сначала не понял, что они там шебутят или что-то. Они не дрались, не ругались. Ну, я просто увидел... Я так заметил, вот он оп и в дверь. И я понял, что у него что-то во рту было. Я так думаю, не понял. Мышей вроде нету. Что он там схватил? И когда до меня доходит, что... Я так смотрю, а она лежит. И я понял, что она родила. А она вообще... Я говорю, они со мной вообще не общались, так скажем. Другая бы, наоборот, там лезла. Я помню, когда у меня были беременные кошки. Не первый раз это было. Так они сами хотят быть с человеком. Там просят, ласкаются, лезут к тебе. А это нет. Они там легли. А я... Ну, они там все время лягут. Там теплый пол такой. Коврик был, как у меня сейчас здесь в доме. И все. Я даже не знал, чем они там занимаются. Она тихонечко одного родила, видимо, без боли, без ничего такой, да. Я понял, что она родила, когда я понял, что он вытащил этого... Ну, вы видели котят новорожденных? Это же вот такие вот. Они еще лысые. Там комочка, вот, 5 сантиметров на самом деле. И я понял, что это он его. И я подрываюсь в коридор. Лето было. Во двор. И он его, я вижу, он его уже в горло. И он его прям вот так проглотил. Я к этому пумычу. Неделю я вообще его к себе не подпускал. У меня к нему реально физическое отвращение стало. Так он мне полюбился. Такой он ласковый вообще. Такой любвеобильный. Я говорю, он от меня не отлазил тоже. Я не мог к нему вообще. Он подходит, я его отталкиваю. Я не могу и к нему прикоснуться. Вот вам, пожалуйста. Это добро. Вот посмотрите на меня, на мое сердце. Я не могу этого принять. Я не могу этого принять. Почему? Потому что я добрый человек. Господь сказал, сотворите и научите. Я не могу этого принять. Я, да, и пытаюсь себе даже заставить думать, ну вот да, животное. Он не виноват, как бы вот. Он сожрал собственное дитя. Я уверен, что это его. Да даже если не его, какая разница. Слушайте, я с того времени изменился. Я что? Ну да, они жрут. Давай тоже убивать своих детей. Или что? И вообще, если животное сожрало собственное потомство, мне что это дает право убивать другое животное? Вообще, какое отношение свинюшка, которая не поедает свое потомство, курочка, быки или телята, таких случаев. Я не знаю, эти-то хищники, да. Какое вообще отношение? Я вот сейчас вам скажу, почему я и читаю Эддова вот эти записи. Потому что он, конечно, тоже много сказал, много сделал. У него очень правильные, красивые мысли. Я сам читал, у него многого тоже подчеркнул, чтобы правильнее выражаться все это. Но сейчас я говорю то, что даже вы только что не слышали, еще не услышите, когда мы дочитаем этот вопрос. Разве поедание каким-то хищника, своего же хищника, получается, даже твой будущий сынок или дочка, разве какое-то вообще, где логика, я просто хочу задать, какое это отношение имеет ко мне, чтобы это дало мне право убить платоядное, травоядное животное, которое ничего ни мне не сделало, не съело свое потомство, живет спокойно, пасется на лугу, никого не трогает и радуется жизни. Я вот все время думаю, вот у трупажоров, у них мозги на каком месте вообще, или вообще там что-то кроме лапши есть? Где логика? Ну и что, что кто-то убивает? А какое это мне дает право убивать? Я от этого счастливее становлюсь? Нет, я кого-то сделал счастливее, я наоборот убил, я сделал несчастным его, соответственно, себя. Разве убивая? Это даже не я сделал. Кот съел свое чадо, а мне плохо, я страдаю. Я вообще думаю, вот трупажор, когда себя этим оправдывает, вот что у него внутри? Это даже не я сделал это, и мне плохо. Мне плохо даже от того, что я просто рядом с этим злом нахожусь. А трупажор сам убивает, сам проплачивает. Ему что, хорошо, я вот понять не могу. Я вообще не пойму, как можно убить животное. Это сейчас хорошо, все платят, да? Девочки, все худенькие, мамочки такие, женщины, мужчины, чистенькие все в галстучках. Да, и кому-то платят, кто-то убивает, и они потом просто кусочки трупа едят, красиво уложенные на тарелочке. А вот сколько я видел, как это делают в реальности, а я видел это, потому что стал жить в деревнях. Я вот думаю, вот как ты это сделал? Вот я бы себе, не знаю, я бы еще год себе покой не находил. У меня бы в голове все это было, потому что я видел это. У меня до сих пор все в голове, все случаи, которые я видел. Человек это делает, и тут же садится это жрать. У него ни угрызение совести, у него ни помрачение духа, души или ума, там, сердце. Он еще это жрет, там смотрит, веселится. Вот сейчас я говорю, многие живут в больших городах, ничего этого не видят. Хорошо, раньше люди жили более мелко, да? В смысле, вот эти все деревни, сел, поселения, приземление к земле. Как говорят, скотина была, слово ужасное, в каждом дворе. В каждом дворе это забивалось, особенно когда праздники, это получались массовые бойни, потому что это делается в каждом доме. Или в доме на большой, наоборот, в одном доме, но большой праздник или большой, но на все поселение какой-нибудь, там, не знаю, Новый год, да? Да, или Рождество, как у нас люди праздновают, с морей трупов. Или, наоборот, у кого-то большой праздник, свадьба, да, сколько там забивается в одном доме. Я думаю, как можно вообще устраивать этот пир во время чумы? Это же чума в голове у человека, просто ад. И вот Эд приводит еще хорошее понятие, да, то есть, если даже кто-то... В принципе, я и говорю о том, что это говорит, может, я так сказал, что я что-то говорю не так. Да, он сказал об этом, то есть, одно дело, даже кто-то поедает такой, знаете, взрослый. Хотя, какая разница, убить взрослого, плотоядного или того же самого хищника, хищники действительно убивают. И плотоядного, им вообще без разницы, да, ему хищник. И он, в принципе, действительно не ищет себе подобного и себе равного по силе, якобы благочестиво его убить, да. Да, вот именно, они убивают слабых, это и так понятно. У плотоядных нет ничего, чтобы они могли чем бы ответить. Ну, у некоторых есть там клыки, что-то эти, всякие там, ну, как у слонов, как эти, бивни там, да. Что-то есть, чтобы хоть как-то защищаться, но это далеко не у всех животных. Что есть у зайчика против волка, лисы там, ничего, вообще ничего. Ну, нет ни когтей, ни клыков, ни бивней, ни зубов, ничего. Ну, быстрые ноги, все, что бог ему дал, да. Но часто ли они их спасают? Естественно, нет. Иначе все хищники давно умерли, да. И вот это правильно приводит. Развейте свою мысль-то дальше. Ну, хорошо, это как бы, как бы можно там притянуть за, и, в принципе, это как бы говорит, ну, пусть, да, ладно, они питаются этим. Ну, хорошо, они делают и другие вещи, еще ужаснее. Уже убивают не ради еды, не ради. Более того, вот именно, получается, у них вроде бы многие животные социальные. Чувствуют, что это их дети, родители, это их какая-то община, да. Да, это и сухопутные, и водные животные, киты, там, дельфины, тюлени все эти, да. Причем до такой степени развито, что у людей такого нет. Я говорю, дельфинов очень элементарно забивают массами. Одного умудряются вылавливать, и все, вся остальная стая бежит на спасение его, все, даже несмотря на то, что понимают, что им хандец всем. Все, одного затаскивают, там, все эти ловят, и все остальные сами туда сплываются и пытаются его спасти. И все, и в это время их всех забивают и вылавливают. Вот и все. То есть, заметьте, какие люди-то, что они делают. Вот вы поедаете все. Это какая разница между скумбрией и дельфином? Да никакой. Нервы, кровь, плоть, все у них есть. Ощущения. Полно роликов в интернете, даже рыбки к людям плывут в руки. Есть там, я вот только недавно видел, там, золотая рыбка к какому-то, там, дайверу, там, он сидит, а она к нему, он ее выкидывает, а она к нему в ручки, вот там, играет. Ну, как вот это объяснить-то? Действительно, убивают, там тоже такое есть. Сколько происходит? Вы знаете, мне, когда вот и религиозников хочется тыкнуть, как всегда, естественно, в первую очередь, особенно христиан, за которых у меня особая боль сердца, которые просто в бесов превратились. Вы тогда отрекитесь от христианства, а то вы там любите вот эти науки против религии, Чарльз Дарвин там от обезьяны. А вы от кого? А ведь эти оправдания не язычники говорят, а псевдо-христиане, католики, православные протестанты, которые читают и исповедуют Библию, которые говорят, что Бог есть любовь, которые говорят, что они созданы по образу и подобию своего Творца, которые называют себя, правда, только детьми божьими, но не являются такими по сути. А Иоанн Богослов говорил, что какая радость и счастье и благо дано нам называться и, он говорит, быть, стать детьми Бога. А он повелевает солнцу восходить над добрыми и злыми, и дождь посылает, и праведным, и грешным. А вы убиваете беззащитных животных целыми днями ради чего? Ради того, что кто-то это тоже делает в животном мире, так вы тогда признаете, что вы эволюция. Надо было мне тут картинку добавить от обезьяны, да, или от какой-нибудь там Мюси, или как там Люси эту нашли, от человекообразной обезьяны, или еще там от кого, или вообще-то да, от амебы. Тогда вы там сколько кичитесь, кричите эти проповеди, записываете, блеводские, о том, что наука против, да мы что, да этот Дарвин там сатанист, а мы тут нет. Да, а что ж там в школах это преподают? Так вы и есть в этой исповеду своей жизнью. На кого вы смотрите? А почему вы с животного мира берете все самое темное, а не возьмете все самое светлое? Разве убийство, смерть, вот я сейчас рассказал, это может радовать человека? Даже если это делает хищный мир. Мне неприятно, я к коту не мог подойти, когда он это сделал. Так какой мы мир хотим сделать? Я, естественно, к человеку не хочу подходить. Я своему папе то же самое сказал. Я говорю, папа, ты знаешь, вот я с тобой общаюсь, несмотря на то, что я веган, только потому, и руку тебе пожимаю, когда встречаюсь, только потому, что сейчас мир такой. Все за бетонными стенами сделали. Я говорю, если бы я увидел хоть раз, как ты сам бы это делал, собственными руками перерезал глотку этому животному, я говорю, я бы тебе руки не про, я бы просто перестал общаться. Я говорю, только потому, что это уже еда, вот кусок на тарелке, и у меня физического, говорю, нет к тебе отвращения, нет, я не вижу этого. Только поэтому, и так, и с остальными людьми то же самое. Почему-то мы не хотим общаться с педофилами, почему-то мы не хотим общаться с детоубийцами, почему-то мы не хотим общаться с родителями убийцами, с людьми убийцами, с алкоголиками, с наркоманами, которые воруют, дерутся, с грабителями, убийцами, разбойниками, грабителями. почему мы не хотим с такими людьми общаться а то вот ты там не хочешь там с трупажорами а почему я должен хотеть это это я себя переламываю игры итог по-то и делаю это только потому что у меня нету физического отвращения когда этого не видно когда я вижу это зло в реальности мне плохо мне плохо потому что я светлый добрый человек мне плохо я понимаю что человек это делает мне плохо я об этом думаю постоянно все равно но думать и видеть огромная разница огромная разница думать и видеть слышать все это все эти бойни тогда чё ешь пей веселись вы же такие же когда когда такие вопросы задают псевдо христиане хотящие быть настоящими христианами у меня в голове что-то едет по фазе по моему я думаю человек вообще вообще кто он все вот это исповедует что он образ подобие бога что бог есть свет бог есть любовь да и нет конечно это тьма да есть еще одно оправдание его сам допишу чего нету у это я делаю добренькие дела ничего страшного что эту злу дел это не оправдывает вообще тебя ты можешь любить любящий хорошо может даже каким-то людям помогать посторонним до один грех он одна твоя добродетель какая она никогда не заменит твоего другого греха она никогда его не оправдает иисус сказал будьте совершенны будьте святы будьте как я конечно вы из иисуса сделали бесноватого идиота который убивает животных за что у меня еще больше болит сердце христиане которые должны быть светом и солью этого мира превратились во что в тьму в тьму и и и и заразный раковая опухоль вирус превратились в раковую опухоль по лицу земли вместо чтоб свет и добро распространять распространяют тьму оправдывают убийство животных человека этим патриотизмом национализмом русские русские мы русские с нами бог да нет с вами никакого бога он точно так же с вами как и с китайцами американцами евреями и французами и и же всеми с ними народами с вами не бог при таких криках с вами дьявол внутрь вас есть вот так вот и здесь это говорит о моральном кодексе для для людей обычных никаким религиозными развением не принадлежащим взывая к природе человека которая по сути своей конечно же света любовь и добро религиозных людей не просто моральный кодекс есть заповедь о том чтобы поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой особенно у христиан ладно там иудаизм с мусульманством там все понятно как и с ветхим заветом но православные католики протестанты вы конечно от них ничем не отличаетесь к сожалению а должны были быть потому что христианство проповедует что бог есть абсолютная любовь бог никого не судит бог никогда никого не наказывает и бог не творил свое творение для того чтобы одно его творение причиняла боль страдания и смерть другому своим творения это вы конченые идиоты бессердечные делайте такого бога и проповедует ему по всему лицу земли я не могу эти проповеди писать такими бла-бла-бла меланхольными как господь попав в капище соломона говорил что ревность по доме божьему по дому божьему сжирает его изнутри вот так и меня я когда все слышу вижу меня просто ужас берет кому много дано господь сказал стал много спросится суд начнется с домом божьим вы не спасетесь не спасением по вере не крокодильями слезами да знаете что это такое узнаете что такое крокодили слезы не крокодильями слезами под батюшкиным полотенчиком не в кибиточки до вашего кардинала вы не спасетесь человек это что он есть и будет он там где он заслуживает и пожнет он то что он сеет вот чему учил иисус бог пришедшего плоти ну ладно давайте дальше но здесь ключевым словом является необходимость животные в дикой природе убивать друг друга ради выживания ну сам он говорит и действительно и так бывает и по-другому бывает нам людям не нужно убивать есть других животных чтобы выжить даже наоборот потребление животных продуктов является причиной огромного количества заболеваний которые в итоге убивают нас раз нет необходимости поступать так мы не можем морально оправдать такое наше поведение и уж тем более мы не можем морально оправдать себя указывая на поведение львов в современном обществе люди порицают такие вещи как собачьи бои потому что в этом нет необходимости все это делается ради удовольствия и личной наживы похоть плоти похоть отчей и гордость житейская только другими словами и пишет я как человек к сожалению приходится ассоциировать себя с христианством в том плане что с тем тоже как называешь людям что ты христианин у всех а ассоциация с православием с католизм протестантизм а я не хочу с ними ничего общего иметь с этими сатанинскими культами но я хочу иметь и имею что общее со христом с богом любовью добротой и светом и там не могу отречься от христианства потому что это свет любовь и радость но к сожалению псевдо христиане как всегда все извратили сейчас нам нужно осознать что в поедании животных также нет никакой необходимости это все также делается ради личной выгоды и удовольствия все так и есть про удовольствие гортаны бессима с вами в предыдущем ролике уже разобрали но и те кто все это пропагандирует проповедует эту блевотину всовывает в уши людей все это делает ради денег все власть богатство и слава все что все что правит этим миром лежащим возле мы потребляем животные продукты только потому две причины все правильно пишет и потому что любим их вкус и тот кто потребитель и либо нам так сказали что мы должны их потреблять это больше заслуга тех кто это пропагандистов что они в ответе за это но и вы естественно если вы эту блевотину в себя потребляете не переваривая вообще что не задумываясь вернее перевариваете потом еще и другим изблевываете но не задумываясь о том что попадает вам в рот вся эта чепуха пропаганда смерти и тьмы через то что надо есть там мясо молоко потреблять и так далее все это чепуха это чепуха сатани дьявольские учения ложное мировоззрение которую вы в себя напихали этой блевотиной все исполнены я в виду еще блевотину изрыгивайте на мир вас окружающий вот и все а все это только из-за похоти чрева и похоти чего очей гордости житейской побольше да послаще зато вы там о постах любите говорить до воздержание для бога пару деньков а потом еще с большей яростью начинаю все это вытворять все беззаконие они потому что мы вынуждены есть также не потому что нам это необходимо таким образом с моральной точки зрения нет никакой разницы между собачьими боями коридой охоты или поеданием животных во всех этих действиях мы абсолютно не имеем никакой необходимости более того именно мы заставляем животных испытывать страдания когда мы приходим в магазин и покупаем там куриные грудки меховые изделия или другие животные продукты мы делаем это не потому что нам это необходимо для выживания мы делаем это исключительно из эгоистических мотивов все правильно мы получаем от этого удовольствие запретное удовольствие запретный плод который сорвала еще его в раю убив первый раз в своей жизни живое существо все ради похоти вожделение все смотрел смотрела как хочется да дикие животные убивают друг друга убивают других животных потому что им нужно выживать они поступают так из необходимости но я вам сказал что если другие причины в этих животных есть и души людские в этих животных есть и души бесовские помните как иисус позволил без сам войти в свиней мы платим людям за убийство животных только потому что получаем удовольствие от потребления частей тел частей их тел и выделение этих животных поэтому нет еще раз нет аргумент животные не едят животных животные же едят животных не может служить оправданием тому чтобы платить кому-то за совершенно ненужные убийства животных что еще добавить слышите я уже много раз говорил даже за эти ролики еще буду говорить я сам вот это все читаю сам записывал ролики думал какой ерундой мы занимаемся светлые люди мы пытаемся тьме объяснить что тьма это тьма а свет это свет хотя это и так первоопределение убийство есть убийство страдание страдания нет не понимаю какой бы туфту мне не писали в личке в комментариях я сбрасываю ролик там евро 40 секунд самый такой короткий понятно у меня в контакте он есть в основном где четыре идиота перерезают глотку корови да на скотобойни трое держит один режет бросаешь человеку этот ролик естественно с комментариями что это что твое небесное царство это вот добро это вот благо и свет в этом есть нужда в любой супермаркет зайди там что поесть нечего вот это вот надо все делать рад чего ты христианин да ты дьявол самый настоящий я вот заканчивать буду слепил вам такой пост это как раз себя землянина называет ну я так понимаю все взял это прозвище по ник так скажем по именно фильма мне так кажется ну и вообще понять это земля не мы все земляне действительно это так животные я бы тоже заканчивать конечно обращаясь мало ли может быть мой ролик будет смотреть вот эти не веган всплывать там у кого-то и людей не относящихся никаким мировым религиям так называемая но для религиозников я всегда буду показывать другой пост чтобы у вас это в мозгу засело потому что действительно так то того дьявола который вы боитесь и того ада якобы в котором вас будут жарить вы сделали на земле для животных своими собственными руками поэтому чего боитесь вы там окажетесь если бы у животных бы была религия то дьяволом в ней был бы самый настоящий человек они ненавидят нас вы не христы вы никакие не христиане вы никакие не дети света если ты не веган ты не христианин я груди чтобы вы там доброго не делали сейчас речь не об этом вы думаете те кто приговаривали христа к смерти и убивали у них что они не любили любящих у них не было жен детей друзей домашних животных все было соседям не помогали помогали и при этом распяли господа вы такие же это вы делаете каждый день с животными с душами живыми теми существами которые по плоти и крови практически на 98 процентов некоторые похожи на нас как горилла свинюшки причем это полтоядные такой травоядные такие же звери у вас ломится просто ломится прилавки от изобилия здравый и богом разрешенной пищи и вы выбираете от выбирайте смерть выбирайте сознательно выбирайте зло вы слышите меня и отворачиваетесь от истины закрываете уши затыкаете закрываете глаза более того у некоторых не хват помрачается ум до того что вы еще меня поносите оскорбляете унижаете позорите выставлять что я идиот и проповедую чушь по поводу того что его там убила животное именно это она и сделала всегда наказание соответствует преступлению за что она была наказана в скорбях и болях давать жизнь за яблочко которая сорвала до непослушанием богу вы бога делаете конченым идиотом конченым бессердечным идиотом бог не такой то вы такие вы не понимаете простых слов вы побиваете пророков вы строите гробницы пророков как говорил иисус тем самым сами свидетельствуйте что участвуйте в их делах я для вас тот пророк который обличает ваши беззакония и вы меня готовы побить чтоб стать с теми хотя кому вы кажется строите гробницы вы строите гробницы своим великим монахом который ничего из этого дел злодеяний какие вы творите никогда себе не позволяли ваши монахи православные католические настоящие святые так называемые люди действительно которых можно к этому отнести они никогда в жизни такого не позволяли себе то чем занимаетесь вы вы только на словах строить им гробницы когда этот пророк появляется в реальной жизни обличает ваши беззакония вы сами готовы положить его во гроб и заколошматить гвоздями вот кто вы есть на самом деле но иисус сказал да придет на вас вся кровь пролитая вами от начала создания мира иисус никого не проклинал он сказал то же самое только тысячу раз говорил только другими словами вы пожнете то что вы все эти вы если вы хотите его неweise как раз думал что вы все это вступит гробница в этом выMINурируете и Продолжение следует...